В этом видео, находится ли биткоин прямо сейчас в падающем клине с бычьей целью в 14 тысяч долларов. Также поговорим о 200-дневной скользящей, о том, почему прямо сейчас для биткоина наступил критически важный момент. А также речь пойдет об индикаторе, который я недавно для себя открыл и что он показывает для биткоина. Видео будет коротким, но все только по делу. Меня зовут Богатейший Ди, вы на одноименном канале, поехали. Любую ситуацию на рынке каждый может трактовать по-своему. Эту ситуацию кто-то рассматривал как нисходящий треугольник, а кто-то как горизонтальный. И в том и в том случае целью движения являлся медвежий сценарий. В случае с горизонтальным треугольником это падение вплоть до 6 тысяч долларов. Однако уже после окончания этого треугольника падением биткоина почти на 20% от основания, я увидел вот это. И это уже похоже на падающий клин. Значит, технически мы имеем потенциальный сценарий падающего клина. Верхняя цель в классическом теханализе для такой ситуации будет находиться на уровне вплоть до вершины клина, что приблизительно 14 тысяч долларов. Это бычий паттерн, так что шансов на пробитие вверх больше чем вниз. Конечно есть и ложка дегтя, это 200-дневная скользящая. Как мы видим, биткоин сейчас торгуется ниже нее и она выступает в качестве линии сопротивления. Нужно внимательно следить за 200-дневной, ведь если биткоин сможет преодолеть ее и использовать в качестве поддержки до выхода из клина, это будет крайне позитивный сигнал того, что он готов выходить из клина вверх. Если это случится, то цель в 14 тысяч долларов уже не кажется фантастической. Как мы помним, сигналом на вход будет пробитие верхней границы клины и закрепление над ней второй свечой. Все это должно сопровождаться повышенным объемом, что покажет нам решительность покупателя. Конечно же, то, что биткоин сейчас ниже 200-дневки, это плохо. Это, друзья, достаточно медвежий признак. К примеру, по Вайперу, следующие значительные уровни поддержки находятся вообще в диапазоне от 5200 до 5600 долларов. Но лично мне кажется, что шансов выходить из клина вверх больше, чем вниз. И это подтверждается не только тем, что уже было сказано, но и одним из любимых индикаторов на недельном графике биткоина. Он называется EMA Ribbon. Посмотрите, как идеально две недельные свечи идут прямо по нижней границе. И это очень хороший признак, показывающий, что на среднесрочных недельных таймфреймах биткоин все еще остается бычьим. Кстати, нижней границей является уровень 7700 долларов. И крайне важно, чтобы цена биткоина не падала ниже этой отметки. В Твиттере некоторые эксперты говорят, что падение ниже этой цены означает то, что биткоин уже находится в медвежьем рынке. А что вы думаете по этому поводу, ребята? Считаете ли вы, что мы находимся в падающем клине? Если же нет, то каков ваш взгляд на рынок прямо сейчас? Если вы считаете, что это был просто горизонтальный треугольник, то тогда да, целью является 6000 долларов. Лично я трактирую эту картину как падающий клин. Я думаю, что в этом есть определенный смысл. Две важные вещи на дневном графике, за которыми вы должны наблюдать. Падающий клин и двухсотневное скользящее. Если двухсотневка станет поддержкой, то у биткоина будут большие шансы на выход из клина вверх с целью в 14000 долларов. Кстати говоря, одна попытка пробить 200 ма уже была. И я рекомендую вам наблюдать за ней, ведь чем дольше биткоин будет находиться ниже нее, тем хуже это для потенциального покупателя. Поэтому нам нужно оседлать ее как можно быстрее, чтобы быть более уверенными в бычьем сценарии. Однако в долго сроке я все еще остаюсь биткоин-максималистом, ведь они все смеются над нами. Но хорошо смеется только тот, кто смеется последним. Мне кажется, это уже дело принципа, я бываю очень принципиальным. Посмотрите видео, как телевизионщики смеются над биткоин-инвестором, который признался, что с удовольствием покупает на уровнях 8000 долларов. Давайте быстро поговорим о биткоине, он был ниже 8000 долларов сегодня. Покупайте его. Если я вам скажу, что биткоин упадет до 5000 долларов, вы все равно ответите «покупайте». Покупайте. Потому что вот в чем дело, дневная цена биткоина не играет роли, он живет уже 10 лет. Каждый год новый минимум биткоина находится все выше. Рыночная капитализация растет каждый год. Каждый фундаментальный индикатор биткоина растет. Использование, кошельки, размер блока и транзакций, количество транзакций, хэшрейт – все они покоряют новые вершины. Все показатели сети и ценность сети растут. Цена каждого актива колеблется. Например, Amazon. Amazon является публичной компанией уже 20 лет. Каждый год, включая этот, они наблюдали падение на двухзначные числа. Среднее такое падение – 31%. Дважды были 90% падения. Было ли это хорошим временем продавать? Никогда. Кто владеет акциями от IPO и до сегодня? Джефф и его родители. Вот и все. Давайте на этом и остановимся, спасибо. Бездомный. Вы слышали, как этот человек назвал биткоин инвестора? Бездомный человек или животное? Да, мир может смеяться до посинения на краткосроке. Но посмотрим, что они скажут через 5 лет. Посмотрим, кто тогда будет смеяться. Биткоин-максималисты всего мира, объединяйтесь. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин